Олимпиада закончилась, почести возданы, а герои воспетаны, но даже три месяца спустя не забыты. Желающих встретиться в последний день весны со сборной России по шорт-треку, чье волшебное выступление в Сочи стало одним из самых ярких моментов игр, оказалось немало. Это неудивительно, ведь на олимпийских чемпионах Виктора Ана, Семена Едистратова и Владимира Григорьева можно было не только посмотреть. Все те, кто не пожалели сегодня утром на долгое путешествие по Рыбово-Успенскому шоссе, могли выйти на лед и прокатиться в округ со своими племенами. Просто огромное спасибо организаторам этого замечательного мероприятия, потому что, не знаю, все супер, все замечательно, все прошло очень круто. Это нужно, это все делается для детишек, для развития и популяризации нашего вида спорта. Знаете, вот лично для меня и не только для меня, я думаю, что многие спортсмены по команде со мной соглашатся. Если мы что-то можем после себя оставить, то значит мы в спорте не зря. Если мы как-то можем популяризовать спорт и если мы можем как-то своими результатами оторвать детишек от улиц, от телевизоров, от интернета, чтобы они шли, занимались спортом, как-то развивались, то это, я думаю, для нас намного дороже любой олимпийской медали. Для самих спортсменов эта встреча, помимо прочего, ознаменовала и окончание первого полноценного предсезонного сбора. Но несмотря на то, что ребята возвращаются к серьезной работе, насладиться простыми радостями жизни, недоступными последние четыре года, еще могут. Да, действительно, какие-то существовали рамки, за которые нельзя было заходить. То есть это одно из самых главных, это был, конечно же, сон. Ты должен ложиться в 10 часов вечера и в 18 часов утра. Это, знаете, это нелегко на самом деле. Вот это, наверное, самое такое большое, что я себе мог позволить, это нормально выспаться. Я мог встать свободно в час дня и заниматься своими делами. Вот я занимался своим здоровьем, я был со своими родными и близкими, с родителями, со своими друзьями. Вот был дома, никуда не ездил, так и отдыхал. А вот Виктор Аны после шести золотых олимпийских медалей, судя по всему, продолжает получать удовольствие и от самого шоу-трека. Так что ководы для подобных встреч еще обязательно будут. Мы спрашивали о Пьемчане, о зимних олимпиадах, которые будут в Пьемчане. Я останусь, но 4 года это достаточно длинный срок, поэтому я не знаю. Для меня сейчас самое главное – это в хорошей форме участвовать на чемпионате мира, который пройдет в следующем году. И мне кажется, в дальнейшем нужно будет смотреть уже, как я буду себя чувствовать, сказать, что я буду в Пьемчане. Это пока в данный момент сложно. Игорь Айропетов, Сергей Соловьев, Александр Александрюк, НТВ+.